Мы находимся биле Зелезничного вокзала, одной из основных транспортных развязок города. Как мы видим, не смотря на то, что Одесса уже несколько дней находится в желтой зоне карантину, большинство пассажиров не дотримается масочного режима в городском транспорте. Маршрутка номер 148. И водитель, и пассажиры без масок. В большинстве своем одесситы следят за эпидемиологической ситуацией в городе и знают о том, что город отнесен к так называемой желтой зоне по коронавирусу. Да, знаю. А в какой зоне сейчас выходит? По-моему, Одесса тоже поделена отдельно на карантинные зоны. Например, пригород находится в красной зоне. Мы нет. Ну, за желтую я слышал, да. Слышал об этом. А в какой зоне сейчас Одесса? По-моему, в желтую. В транспорте и водители, и пассажиры должны быть в масках. Кроме того, все должны сидеть. Таковы правила. На деле мы увидели, что они мало где выполняются. Вообще никто ничего не придержится. Зайдите в любой автобус, в любой транспорт. Я иду пешком. Ну, я думаю, что те, кто боятся коронавируса, те придерживаются этих правил. Мы вот только что ехали в трамвае, все без масок были. Не все придерживаются, скажем так. Впрочем, говорят некоторые наши собеседники, нарушают карантинные меры далеко не везде. Ну, бывают исключения, что стоящие. Бывают. Тут не надо врать. Бывают. Ну, не битком набитые. Ну, сейчас начнется сентябрь. Студенты, ученики. И будет немножко, наверное, по-другому. А не обращают внимание, заходят люди туда в масках или без? Сейчас не так активно, как, допустим, в начале карантина. Действительно, на входе. Не пускали без масочки. Сейчас, по мере возможности, зашли, просят, все-таки оденьте. Многие горожане говорят, в общественных местах надевают маски. Вы придерживаетесь правил? В транспорте, да, вот маска с собой. В церкви вышла, тоже была у масок. Стараюсь, хотя бы в транспорте. На воздухе уже без маски. По улице можно ходить без масочки. Да, а в транспорте? В транспорте в масочке, в поликлинике в масочке. Я по образованию имею отношение к медицине, поэтому к масочкам отношусь скептически. Но есть и те, кто к карантинным мерам относится весьма скептически. А вы придерживаетесь правил карантина? Нет. Ну да, чисто по своим соображениям. Ну, я взвесил все риски и, так сказать, и не риски, и выбрал. Ну, я не всегда придерживаюсь. Я только вот в супермаркетах ношу маску, потому что меня просят носить маску. И все. А транспорт? Транспорт нет. Придерживаются ли люди правил, норм? Я не буду. Я буду так ходить без маски. В Одессе я не видела, чтобы люди ходили в масках, и я их поддерживаю, потому что я тоже не хожу в масках и не хочу ходить в масках. А почему? Потому что я думаю, что это слегка преувеличено, все и раздуто, этот весь вирус, поэтому на это есть подтверждение. Как мы выяснили, многие горожане весьма халатно относятся к соблюдению карантинных норм. Ни на остановках, ни в маршрутках люди маски не надевают. Число пассажиров никто не контролирует. В трамваях и троллейбусах ситуация несколько лучше. А в маршрутках, похоже, о коронавирусе забыли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова